Я думаю, что не пропустишь. Здравствуйте, меня зовут Сергей, и очень приятно, как тебя? Артём. Очень приятно. Мы слышали о твоём желании посетить настоящий самолёт, который летает на настоящих авиационных воздушных линиях. Это очень хорошее желание. Мы готовы тебе предоставить, всё рассказать, показать. Я Сергей, это Татьяна, она старший портроводник на нашем рейсе. Мы готовы пройти, пожалуйста, можем раздеться. Я думаю, что начнём повествование с кабины воздушного сутра, да? Артём, а сколько тебе лет? Ну что, Артём, я предлагаю начать наше путешествие с настоящего мозга этого большого железного монстра в кабину пилотов. И давай пройдём, пожалуйста, займём. Ты вместо одного пилота, я вместо второго. Глядит тебе больше нравится, слева или справа? Слева. Тогда садись слева. Вот сейчас мы заняли с тобой рабочие места. Ты сидишь в пересне капитана. То есть можешь отдавать команды, приказания, и я буду выполнять. Я твой второй пилот. Но поскольку всё-таки у меня опыта побольше, я тебе хочу переставить кабину воздушного сутра Boeing 737-800. Сейчас мы находимся в кабине Boeing 737-800. Это среднемагистральный самолёт, узкофюзеляжный. Он может взять на борт 190-189, если быть точным, пассажиров, и пролететь на расстояние до 4500 километров. Со средней скоростью 828 километров в час. Ну а для того, чтобы управлять этим большим самолётом, мы видим в кабине большое множество приборов, штурвалы, газ, управление закрылками, управление спидбрейками. А вообще работа пилота начинается с запуска двигателей. И чтобы запустить двигатели, вот существуют два вот этих рычага. Итём, я представляю себя в твоём возрасте, и я бы, наверное, сгорал от чувства, кажись, в кабине такого большого самолёта. Я думаю, что ты примерно половину этого всего знаешь из интернета. Может быть, ты о чём-то хочешь спросить меня? Ну, есть несколько вопросов. Правда ли, что пилотам не разрешено есть одинаковую еду? Да, абсолютно правда. Более того, им запрещено есть в одно и то же время. То есть у нас разный рацион, и этот рацион разнесён у нас на определённое время. Сначала, допустим, обедает либо завтракает командир, либо второй пилот. Затем, через 15 минут, к приём пищи приступает другой. Это правда, это на всех авиалиниях строго поддерживается, и за это могут наказать. А бывали ли у вас какие-то экстренные ситуации? Прямо экстренные ситуации? Да, действительно, Артём, у меня была очень экстренная ситуация. Это было, может быть, в начале моей карьеры, когда я только стал капитаном. Я налетал 200 часов, и у меня отказал, можно сказать, мозг всей автоматики. То есть вот эта вся панель, она называется, главная приборная панель, она перестала работать полностью. Но поскольку это мост, отключились два автопилота, а я летел в то время в Манчестер. Это был реальный полёт с пассажирами на борту, и вот этот мост, он весь отказывает. Что делать? Автопилота отказали, мы находимся на территории Польши. Я запрашиваю у диспетчера разрешение снизиться на низший эшелон, потому что, когда не работают автопилоты, невозможно летать в воздушном пространстве, которое очень загружено. Мы отключили два автопилота, снизились, диспетчера с огромным пониманием отнеслись к нам и направили нас сразу напрямую на Манчестер. То есть вот так вот мы эти трассы не летали, тут же напрямую прилетели в Манчестер, спустя 3 часа удачно приземлились, и все пассажиры на бочке хлопали, ничего не узнав. Вот так вот. Какие ещё вопросы, Артём? А как вы вообще пришли в авиацию? У вас мечта была с детства или как-то что-то вас подвигло на это? Да, Артём, авиация такая отрасль, где всегда есть некое волшебство. И это волшебство может произойти в любой момент, и ты даже сам об этом не узнаешь. Вот что касается меня, например, я, я летал сначала на вертолёте, очень долго. Потом совершенно случайно я оказался в учебном классе с командиром лётного отряда, который летал на больших самолётах. Я даже не думал о том, что я стану пилотом большого самолёта. Он мне говорит, а не хочешь ли ты, Сергей, попробовать сесть за штурвал большого самолёта магистрального? И через некоторое время, благодаря ему, благодаря упорству, труду, цели, мечте, я вот сейчас капитан большого Боинга. Вот это у нас рычаги управления двигателями. Смотрите, как они у нас. То есть, разрабатывает сигнализацию о том, что некоторые процедуры не выполнены, а самолёт уже собирается взлетать. То есть, газы в него пошли вперёд. Ты можешь положить, сесть их удобно, положить руку вот так на штурвал, здесь на газы, и всё, ты готовый пилот. Ты пилотируешь самолёт. Штурвал можно на себя? Да, можно, можно на себя, от себя, как угодно. Но на самолёт, вот это мозг его подсказывает о том, что тяни штурвал на себя, у тебя земля впереди. Ну что, Артем, вот и закончилась наша короткая экскурсия. Мы очень благодарны тебе за то, что ты написал желание, потому что нам, взрослым, гораздо приятнее дарить подарки, нежели их получать. Поэтому мы сегодня выиграли вместе и ты, и я, и наш экипаж, и наша авиакомпания. Мы надеемся, что в скором будущем увидим тебя в качестве либо бортпроводника, либо пилота. Прием тебя в свой коллектив, обязательно приходи, от нашего экипажа тебе небольшой подарок. Спасибо вам большое, спасибо за предоставление такой возможности, ведь такой шанс достается не каждому. Было очень приятно, спасибо. Спасибо. Пока. Пока. Пока.